Добрый день! Эфир телеканала Катунь24 продолжает выпуск новостей. В студии Егор Матаев. Вначале расскажу коротко о самом главном. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил отчет о результатах деятельности правительства региона за 2018 год. О главных темах выступления в выпуске. Председатель самоуправления села Лебяжи Александр Кирьянов и его сын Андрей отреставрировали портрет земляка, героя Великой Победы Николая Панова. Мемориальную доску повесили на здании администрации села. В Краевой столице накануне прошел второй этап 15-го юбилейного открытого чемпионата по футболу среди детей-сирот. Будущее зависит от тебя. О турнире расскажем в выпуске. Сегодня губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко представил отчет о результатах деятельности правительства региона за 2018 год. Подробнее расскажет Глеб Полянский. Он находится на прямой связи со студией. Глеб, здравствуйте. Вам слово. Виктор Томенко. Виктор Томенко. На них Виктор Томенко тоже подробно остановился. По-прежнему остается одной из самых низких в стране заработная плата, средняя заработная плата в районе 25,5 тысяч рублей. Для решения этой проблемы в прошлом году правительством Алтайского края, организациями профсоюзов и работодателей было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает планомерное увеличение заработной платы в регионе. Также глава региона остановился на различных вопросах касательно инвестиций и развития дальнейшего Алтайского края. Так, в прошлом году две территории региона Заринска и Новоалтайск приобрели статус территорий особого социально-экономического развития. Опережающего социально-экономического развития, простите. Это также является позитивным моментом. Сейчас отчет уже завершился. Эксперты делятся мнениями. Подробнее расскажем об этом в наших следующих выпусках новостей. Коллеги. Глеб, спасибо вам. А я напомню, более подробный материал смотрите в следующих выпусках новостей. А пока перейдем к другим темам. Работу новой газовой котельной в селе Первомайска оценили студенты и преподаватели филиала Алтайского транспортного техникума. Строительство велось два года. Из краевого бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Современная газовая котельная работает в автоматическом режиме. Присутствие персонала не требуется. В отличие от старой угольной котельной, она более экологична. Кроме того, газ стоит дешевле угля. Котельную ввели в эксплуатацию этой зимой для подачи тепла в филиал Алтайского транспортного техникума. В его комплекс ходит 12 зданий. Зиму отработали. Все почувствовали отличие от старой угольной котельной. Во-первых, потому что она работает новая. Новая газовая работает в автоматическом режиме. То есть нет персонала, который бы обслуживал. И самое главное, что все температурные режимы также автоматически поддерживаются в зависимости от температуры ружного воздуха. Зиму пережили хорошо. Ощущение стало гораздо теплее. Но и как у руководителя у меня гораздо стало меньше проблем. Потому что технический ресурс нашей старой котельной, он был очень изношен. И этот отопительный сезон у нас прошел, можно сказать, в очень спокойной обстановке. Напомню, в 2018 году в крае газифицировали 4,5 тысячи домовладений. В 2019 году планируется построить 120 километров газопроводов и 20 новых котельных. На это направят 700 миллионов рублей. Санатории, турбазы и гостиницы региона увеличили объем услуг за прошлый год по сравнению с 2017. Давайте посмотрим, насколько. Итак, в 2018 году туристический бизнес Алтайского края оказали услуг более чем на 4 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 этот показатель больше на 12%. Объем поступлений от всех видов туристской деятельности, налогов и сборов за 2018 год составил 6,5 миллиардов рублей. Сейчас в крае действуют более тысячи объектов туризма. Это гостиницы, санатории и турбазы. Более 200 организаций оказывают в регионе туроператорские и турагентские услуги. Всего в этой сфере работают более 13 тысяч человек. На протяжении последних трех лет регион ежегодно посещает не менее 2 миллионов туристов. Этап исторического квеста «Дорогами бессмертного полка. Культура и война» прошел в Родина. В нем приняли участие школьники от 14 до 16 лет. Среди задач отличить орден от медали, пройти тест, посвященный Великой Отечественной войне, участники квеста должны были назвать имена некоторых героев Советского Союза, назвать самый ходовой вид оружия советских войск, знать судьбу маршалов СССР после окончания войны. А в Заринске 90-летний юбилей отметила труженица тыла Лидия Линична Киршина. Всю жизнь она провела в селе Жулани Хазаринского района. Работать ей пришлось 10 лет, рвать лен и помогать тесарубам. Лес валяли, лес валяли, сушки. Ну вот один мужчина у нас валял, а мы сушки обрубали их. Вот так вот лазили по снегу. После войны Лидия Линична долгие годы работала дояркой. С 90-летием поздравить труженицу тыла собралась вся дружная семья. Сын и две дочки, семеро внуков и пять правнуков. Для всех Лидия Линична – пример. В свои 90-е уже вовсю готовится к дачному сезону. Председатель самоуправления села Лебяжья Александр Кирьянов и его сын Андрей отреставрировали портрет земляка-героя Великой Победы Николая Панова. Мемориальную доску повесили на здании администрации села. Николай Иванович Панов – полный кавалер Ордена Славы, артиллерист, лейтенант. В армию 20-летнего Николая Панова призвали в ноябре 41-го года. Закончил ускоренные курсы при 2-м Томском артиллерийском училище. В мае 42-го направлен на фронт. Принимал участие в освобождении Беларуси, Украины, Польши, а также в боях на территории Германии. За мужество и отвагу, проявленную в боях, награжден Орденом Славы 3-й, 2-й и 1-й степени. В честь Николая Панова в селе Лебяжьем, где он прожил до конца жизни, назвали улицу и площадь. А на здании сельской администрации установили мемориальную доску, которая с годами, конечно, сильно обветшала. Председатель ТОС села Лебяжьи Александр Кирьянов и его сын Андрей решили за свои деньги отреставрировать портрет героя. Николай Панов был для них не просто земляком. Для Александра наставника. В послевоенное время, когда работал на заводе, помогал ему освоить профессию токаря. ТОС искал спонсоров на это дело. Никто шибко не откликался. А он взял молча, Андрей, взял молча, изготовил. Потому что я даже сам не ожидал, он мне принес бумаги. Вот получай, ехай. Я знал, что в Лебяжке проживал такой человек, полный кавалеру Ордена Славы. У меня с умом воевал дед. То есть я решил обновить эту доску. Как бы память, гордость за наших земляков, за предков. И к другим темам. Ровно 33 года назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. 2500 жителей Алтайского края приняли участие в ликвидации аварии. Прямо сейчас в сквере библиотеки имени Шишкова проходит митинг памяти катастрофы на ЧАЭС. На нем работает моя коллега Анна Муратова. Она выходит с нами на связь. Здравствуйте, Егор. Здесь собрались около 100 человек. Это родственники, знакомые и сами ликвидаторы аварии Чернобыльской атомной электростанции. С нами сейчас Смышляев Владимир Викторович. 33 года назад он был там, на Украине. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы попали на Украину и чем вы там занимались, как вы устраняли ликвидацию? Ну, это было полчетвертого утра. Прибежал посыльный, подняли по тревоге, отвезли в школу садоводов, оттуда на топчиху, в эшелон загрузились и отправились прямым ходом на Украину. Прибыли в село Черебное и начали ставить палаточный городок. Расквартировались, выполняли боевую задачу. Это разведка, радиационная и химическая разведка. Искали зараженные участки. После нас приходили деказаторы и начинали мыть все. Скажите, что вы конкретно делали, какие действия? Ну, наши действия были какие? Искать замеры, радиационные замеры полностью. Ну, и приходилось и землю копать, и на реакторе на самом деле приходилось работать везде. Где только не были. Припять, Рыжий лес и реактор. Спасибо большое, Владимир Викторович. Егор, я передаю слово вам в студию. Анна, спасибо. А мы перейдем к новостям спорта. В Крайовой столице накануне прошел второй этап 15-го юбилейного открытого чемпионата по футболу среди детей-сирот. Будущее зависит от тебя. Дмитрий Голодких знает подробности. Алтайский край в этом году уже установил рекорд по числу участников отборочного этапа. 17 апреля в соревнованиях приняло участие почти 300 детей и 30 команд со всего региона. По этой причине второй этап чемпионата, который до этого 14 лет подряд проходил в Новосибирске, организаторы турнира решили провести именно в Барнауле. За путевки в финал от нашего региона боролись две команды. Бийской общеобразовательной школы-интерната номер 3 и Каменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. К району турнира я отношусь отлично. У ребят мотивация есть куда-то выехать, посмотреть на других детей, поиграть с ними. У них новые знакомства, новые друзья. Посмотреть на других соперников. То есть не в своем городе, а уже в чужом городе поиграть. Сам турнир «Будущее зависит от тебя» проводят ежегодно. Этот проект – один из самых масштабных для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но также на адаптацию ребенка в обществе. С 2005 года в соревнованиях приняли участие свыше 39 тысяч ребят. В Барнаул на этот раз приехали 15 команд из 8 регионов России, ставшие лучшими на этапе отборочных игр у себя дома. В краевую столицу прибыл и Красноярский тотем, прошлогодний чемпион. Так что соперничество для всех команд было на самом высоком уровне. Для Романа Камышева это уже не первый турнир. Для игрока, который познает азы футбола без тренера, самостоятельно это не мешает добиваться успеха. И занимаясь они с кем, просто играем с пацанами в детском доме. Ну и так, два года, год назад мы ездили, получил лучшего игрока. В этом году тоже дали лучшего игрока. К сожалению, воспитанники Бийской общеобразовательной школы номер 3 заняли в своей подгруппе последнее четвертое место и выбыли из борьбы за чемпионство. Футболисты Каменского центра помощи в драматичном противостоянии в матче за третье место уступили в серии пенальти 0-2, проиграв своим оппонентам из Горно-Алтайска 3-4. В итоге в младшие и в старше возрастных группах в финал вышли представители Кемерово и Красноярска. У юных ребят футболисты Красноярского детского дома номер 1 со счетом 2-1 победили соперников из Кемеровского детского дома номер 2. У взрослых первое место досталось также представителям Красноярского края. Основное время игры завершилось без голевой ничьей. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне команды с берегов Енисея 14-13 и 1-0. Впереди у победителей финал соревнований. Он пройдет в мае в Сочи. Дмитрий Гладкий, Дмитрий Козерлыга. Новости. К этому часу у меня все. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.